Для чего надо полоскать горло? Как правильно полоскать горло? Какие растворы используются для полоскания горла? В каких случаях поможет раствор соды, соли с добавлением йода? Как правильно приготовить раствор для полоскания из соли, соды и йода? Смотрите видео до конца и узнаете, как правильно полоскать горло и когда помогает раствор соли, соды и йода. Перед тем, как перейти к видео, разрешите с вами поздороваться и пожелать как можно меньше болеть. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать о болезнях и методах профилактики и лечения их народными методами. Одним из действенных методов воздействия на слизистую оболочку ротоглотки является полоскание. Для лечения и профилактики болезней, протекающих с поражением глотки, назначается полоскание горла. Для чего надо полоскать горло? Полоскание горла следует проводить для уменьшения процессов воспаления, которые обусловлены размножением микроорганизмов. Простое полоскание позволяет чисто механически освобождать глотку от вирусов, микробов и грибков. Правильно проведенная процедура очищает слизистую оболочку, приостанавливает воспалительный процесс. При попадании лекарства непосредственно на место, где находится патологический очаг, происходит вымывание возбудителей, которыми чаще всего являются бактерии, микробы и грибки. Лекарства воздействуют на сами микроорганизмы, вызывая их гибель и ограничивая возможность размножения. Большинство растворов, используемых для полоскания горла, являются антисептиками и обладают противомикробной и противовирусной активностью. Они непосредственно воздействуют на возбудителей заболеваний. Еще один положительный момент полоскания горла, это противовоспалительное действие. Вещества, используемые для обработки глотки, уменьшают отек, снимают боль, восстанавливают свойства слизистой оболочки. В отличие от других способов воздействия на горло, при полоскании полностью отсутствует травматизация клеток, потому что не происходит усиленного влияния на ткани, как например при проведении орошений через распыляющее устройство. Если применяются спреи, то струя лекарства сначала разрушает верхний слой слизистой, потому что вылетает из баллончика под напором. Во время полоскания такое воздействие полностью отсутствует. Полоскание является щадящим и эффективным методом местного лечения горла. Как правильно полоскать горло? Чтобы лечение проходило эффективнее и не приносило неприятных ощущений, во время полоскания горла следует соблюдать определенные правила. Полоскания назначаются несколько раз в день, если используются травяные настои или отвары, то их готовят сразу на целый день. При использовании других средств лечебный раствор приготовляют непосредственно перед процедурой. Нельзя заранее разводить соду или перекись, потому что в процессе хранения полезные свойства улетучиваются. Полоскание необходимо делать, используя кипяченую, теплую воду, температура которой не менее 37 градусов. Более высокие температуры могут вызвать раздражение, а более низкие – снижение местного иммунитета. Для проведения полоскания горла берите не более 120-150 мл воды. Целый стакан выполоскать очень сложно, оставлять нельзя, значит лекарства будете выливать. Всего несколько секунд нахождения раствора в горле приносит ощутимые результаты, поэтому не стоит стремиться делать больше и полоскать дольше, лучше поменьше, но почаще. В течение половины часа после полоскания горла ничего не ешьте и не пейте, не курите и не жуйте жвачку, не сосите конфеты, даже лечебные таблетки, иначе действие препарата значительно уменьшится и эффективность снизится. Для каждой отдельной процедуры полоскания следует брать в рот небольшое количество лечебного средства, не более среднего глотка. Полоскать надо 5-7 секунд, потом выплевывать отработанный раствор и набирать в рот новый. Для повышения интенсивности воздействия во время полоскания голову надо запрокидывать и вслух пытаться произносить звук «Ы». Всего полоскание горла за один раз не должно быть по времени больше половины минуты. Нельзя глотать раствор, сделанный для полоскания горла, он может вызвать раздражение желудка и привести к неприятным ощущениям со стороны органов пищеварения. Если необходимо часто полоскать горло, как например при ангине, то для сохранения влажности слизистой после каждого полоскания надо выпивать по глотку теплого молока с маслом. Какие растворы используются для полоскания горла? Чтобы справиться с воспалением миндалин и глотки, существует множество готовых средств, которые продаются в аптеке. Это хлоргексидин, гексарал, оки и другие. Из готовых медикаментов самым недорогим, но достаточно эффективным является фуроцелин. Чтобы уменьшить боли в горле, першение, интенсивность воспаления используют отвары различных трав, обладающих противовоспалительными, обезболивающими, антисептическими свойствами. Наиболее часто применяются ромашка, календула, шалфей. Растворы для полоскания готовят с добавлением прополиса, мёда, сока, алоэ или колонхоя, перекиси водорода. Но применяется одно средство, которое известно очень давно и является, пожалуй, первым среди всех растворов, поскольку обладает одновременно всеми необходимыми свойствами. Это уникальный раствор, в состав которого входят сода, соль и йод. В каких случаях поможет состав с солью, с содой и йодом? Полученный при смешивании соли, соды и йода раствор обладает сразу комплексным воздействием на воспаленную слизистую горло. Йод уничтожает микроорганизмы, он одинаково эффективен против грибков, бактерий и вирусов. Соль уменьшает отек, увлажняет ткани глотки, а сода снимает воспаление. Данный раствор возможно применять при различных поражениях нёбных миндалин и глотки. Используется полоскание содой, солью и йодом в следующих случаях. Для профилактики респираторных заболеваний рекомендуется полоскание горла каждое утро и после возвращения домой после работы, прогулки или похода в магазин. Если имеются проявления хронического тензилита, отмечаются боли в горле, миндалины увеличены, лакуны расширены. При заболевании ангиной, когда в миндалинах появляются гнойные налеты, беспокоят сильные боли в горле, повышается температура и увеличиваются подчелюстные лимфоузлы. В случае любых респираторных инфекций, вызванных разными вирусами и бактериями, включая респираторную мекоплазму и хламидию, когда отмечаются боли и перышения в горле, слизистая, ярко гиперемирована, инфильтрирована, разрыхлена и отечна. Для лечения грибковой ангины, если в горле имеются творожистые наложения, боль в горле носит умеренный характер. Грибковые ангины часто развиваются на фоне применения антибиотиков, поэтому полоскание данным раствором становится эффективнее вдвойне, поскольку не содержит антибактериальных веществ. Он обладает противомикробной и противогрибковой активностью. При мононуклеарной ангине, развивающейся во время течения инфекционного мононуклеоза и имеющая смешанный характер, обусловленный как вирусами, так и присоединившимися бактериями, среди которых наиболее часто бывают стриптококки и стафилококки. В случае более редкой инфекционной природы воспаления в глотке, например, если произошло заражение листериями, возбудители передающиеся от животных или псевдотуберкулезом. Заболевание, вызываемое иерсиниями. Оказывает положительное воздействие при поражении горла, вызванного неинфекционными агентами, например, слишком горячей или твердой пищей, которая травмирует слизистую, приводит к появлению дефектов, эрозии и гиперемии. Помогает при полоскании горла после удаления последних зубов, особенно после хирургического воздействия на челюсти, сложного оперативного удаления. Используется для уменьшения отека и неприятных ощущений, профилактики вторичного инфицирования при опухолях в горле. Возможности раствора из соли, соды и йода не ограничены. Но чтобы не произошло никаких неожиданностей, следует четко представлять, что у пациента нет аллергии на йод, ведь именно это вещество бывает часто причиной развития аллергических реакций. Кроме этого следует правильно готовить полоскание. Как правильно приготовить раствор из соли, соды и йода? Для того, чтобы не вызвать раздражение и ожог слизистой оболочки полости рта и глотки, необходимо использовать воду, температура которой не выше 37 градусов и на стакан воды добавить половину маленькой ложки соды и столько же соды, а йода две капли. Такая концентрация активных веществ не приведет к развитию побочных реакций и окажет успокаивающее, противовоспалительное и дезинфицирующее действие. После полоскания значительно уменьшится боль, начнут сокращаться подчелюстные лимфоузлы. Подчелюстные лимфоузлы всегда увеличиваются при заболеваниях горла. В лимфоузлах происходит активное образование лейкоцитов, поглощающих чужеродные белки, антигены. Также выведение продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и веществ, образующихся в результате воспаления. Происходит не только через кровь, но и по лимфатическим путям. Таким образом, раствор соли, соды и йода не только уменьшает воспаление непосредственно в глотке, но и купирует симптомы регионарного рядом с воспалением лимфоденида, реакцией лимфоузлов. Полоскать данным раствором горла рекомендуется 3-4 раза в день, применять после употребления пищи. Использование для полоскания приготовленного дома средства является недорогим, успешным способом лечения воспаления в горле.